подарок ребенку привезли велосипед сазона заказали рушхауэр фирма это rich family поставщик вот в таких коробках он идет собираем срочно то что ребенка день рождения такая вот поврежденная упаковка прямо попросили приехали с области и прям все бросили пришлось вот прям срочно собирать потому что договаривались два дня назад об этом и ребенок не может ждать поэтому сейчас будем собирать быстренько расскажу что к чему здесь на коробке написано посмотрите как собирать велосипед вот посмотрите и сравните с тем как правильно собирать велосипед значит вот в таком виде находится у нас велосипед сразу же находим седло и подсидельный штырь закрепляем подсидельный штырь в седло вставляем подсидел на место и мы сможем теперь его подвесить на стенд и далее аккуратно собирать очикиваем все 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 единственное что не снимаем со стороны цепи вот эту бумажку то что Мы будем снимать заднее колесо и нам не надо пачкать раму Вот эту бумажку со стороны цепи оставляем Все остальное полностью с него снимаем И очищаем от упаковки На замке подсидельном На замке подсидельном Есть вот эти две гайки Мы их крутим туда-сюда, чтобы открутить и ослабить Потом двигаем, как нам надо Вот эта длина рельсов Мы можем двигать замок и вправо и влево То есть можем смещать седло вперед К рулю или назад от руля И также можем регулировать наклон седла То есть если вы сидите на седле и сползаете вперед или назад Отрегулируете так, чтобы вам было сидеть удобно Чтобы вы никуда не сползали Дальше замок от завода стоит вот так вот То есть вперед этой дужкой Он может стоять и назад дужкой То есть это можно также менять в зависимости от того, насколько вам удобно Опять же, ближе к седлу, дальше от седла и так далее И наклон регулируете под себя И затягиваете одновременно с двух сторон Чтобы примерно одинаково у вас выходили вот эти вот винты Тянуть не надо со всей силы Потому что может или резьбу сорвать, или лопнуть этот винт Велосипед распакован Давайте сразу посмотрим, что здесь не так Видите, как висит руль Когда его засовывали в коробку Вот здесь вот рубашку погнули И нам надо будет обратить внимание На то, как правильно развести рубашки Не сломаны ли они Потому что, может быть, сразу надо будет их поменять или подрезать Далее, смотрите Самое важное Любой велосипед, новый, старый, бэушный, какой угодно Вы берете его Если у вас здесь гайка Вы берете не за эту гайку, а за эту гайку Если у вас здесь эксцентрик Вы эксцентрик вынимаете, чтобы ничего не перепутать И берете его за это место И начинаете крутить Видите Оно должно крутиться у вас Очень легко и непринужденно Но когда вы делаете вот так вверх-вниз Не должно быть люфта Если вы крутите и чувствуете здесь какое-то закусывание Какие-то проблемы Не зависит от того, новый велосипед или бэушный Нужно вот эту втулку перебирать То есть смотреть, что там Ослаблять немножко Добавлять смазки и так далее Вот здесь вот сейчас Вот сейчас я возьму Щелкает Щелкает То есть я эту втулку сейчас буду скрывать Добавлять смазку И это займет определенное время То есть мне нужно открутить ротор Посмотреть, не сорвет ли у меня винты Какие-то винты придется вес сверлить Потому что на заводе они слишком сильно закручены Целая проблема с переборкой колес Соответственно, если в магазине вам дают велик И заднее колесо не снимают и не перебирают То там внутри тоже все закусывает Нужно обязательно снять колесо И посмотреть, насколько там все хорошо Потом накачать покрышки нужно И проверить натяжку спиц Мы советуем клиентам покататься Вот смотрите, как тормоз не настроен Нужно протянуть спицу То есть покататься неделю-две И после этого протянуть спицу Чтобы не было восьмерок Потому что у вас дает усадку спица Вот в этом месте Она немножко подгибается Немножко выпрямляется Чуть-чуть резьба садится И после этого Спустя одну-две недели катания Нужно спицы протянуть на колесе Не всегда Не всегда это нужно сделать Но иногда это нужно сделать Дальше нужно проверить Затяжку штунов Затяжку каретки мы не проверяем Практически всегда Завода каретки затянуты Но если вы начинаете ездить И начинает щелкать каретку То нужно тоже опять же в мастерской обратиться Чтобы вам посмотрели каретку Затяжка рулевой То есть вот это вот подшипники Которые вот здесь вот вилка Здесь у вас руль Вот эти подшипники тоже у вас Должно крутиться Здесь сейчас вообще не крутится Вот прям щелкает Это нужно все сейчас регулировать То есть при покупке любого велосипеда Вы можете самостоятельно проверить Все подшипники То есть взять втулку, снять колесо И покрутить аккуратно втулку Посмотреть как она крутится С защелкиванием, с хрустами Или нет Покрутить каретку Вот так вперед-назад ее пошатать Посмотреть Покрутить рулевую Посмотреть как здесь все работает И после этого убедиться Что если все хорошо Тогда брать велосипед Если вот что-то где-то щелкает Тогда конечно такой велосипед Если и брать то со скидкой И везти в мастерскую Чтобы его обслужили Вот так вот на заводе затягивают гайки Обычным ключом Всегда пользуйтесь накидным Чтобы не повреждать гайки Затянут очень сильно Сейчас я попробую открутить У меня вот Я попытался Сил не хватает Но с другой стороны тоже Видите Шлицы гаек уже частично сорваны Поэтому пользуйтесь Именно накидными ключами И обязательно снимайте заднее колесо Тоже чтобы все это проверить Протяжку втулок Итак я снял заднее колесо Открутил гайки Которые крепят его к раме И кручу Смазка отсутствует Крутится очень легко В любом случае Даже если крутится легко Мне нужно сейчас снять звездочку Мне нужно снять тормозной диск И протянуть гайки Потому что есть гайка Есть контрагайка Они должны между собой Очень хорошо плотно затянуты быть Иначе потом со временем Особенно со стороны звездочки Все это раскрутится И появятся люфты Дальше смотрите Насколько криво стоит задний переключатель Вот эта вот часть Видно да Что она должна быть ровно Она вот так немножко загнута То есть в коробку когда клали Помяли петух Соответственно тоже надо править Правка петуха Не в каждой мастерской есть В магазине конечно ее вообще нету Соответственно В магазине скорее всего Вам соберут не очень хорошо И вот для чего вот эта бумажка То есть мы берем Видите она даже Неправильно наклеена Бумажка должна быть Вот так вот Чтобы цепью Не елозить Парами Пока мы снимаем колесо Пока мы делаем сборку велосипеда Также необходимо проверить Затяжку и винтов На тормозном диске Здесь вообще Как бы Ну вот я сейчас беру Новый винт Опа Видите Очень легко откручивается И затяжку например На винте подножки И затяжку крепления тормоза И самого тормоза И вот адаптера Который крепит тормоз И всех-всех-всех Винтовых соединений Вам нужно проверять Во-первых Каждый день Каждый раз перед выездом Но по крайней мере При сборке нужно проверить Здесь вообще Ротор не занят Совершенно И вот о чем я говорю Один винт сорван То есть когда его закручивали Видите Все прокручивается Все все винты нормально Вот это вот Из какого-то мягкого металла При затягивании Он был сорван Такое почти на каждом колесе То есть все дешевые велосипеды Что нам приносят Почти на каждом велосипеде На каждом колесе Один винт Бывает, что все меняем винты И это дополнительная стоимость Соответственно Соответственно Чтобы выкрутить этот болтик Сорванный резьбой Мне нужно сначала Рассверлить Отверстие побольше И дальше С помощью специальных экстракторов Вот таких вот Выкрутить этот винт И это занимает тоже 10-15 минут Понимаете А в магазине Вы такого не найдете То есть вам даже Просто ротор открутить не смогут Потому что у них экстрактора нет И соответственно Они не смогут вам смазку добавить И протянуть втулку Вот поэтому К сожалению К сожалению Не все так просто С велосипедами К сожалению Не просто так Что вы купили И он у вас поехал Это конструктор Который требует Именно сборки Именно вот прям доработки Определенную напильником Даже на новом велосипеде Все оси Немножко кривые Видите Да Как она люфтит Вверх Вниз Вверх Вниз То есть она Не прямая Она кривая Хорошие дорогие оси У шуманских втулок Там ось будет стоить 1000 рублей А здесь все колесо 1000 рублей стоит Целиком в сборе Соответственно Из-за кривой оси Подшипники Ходят не по прямой А немножко Сильнее давят Где-то в одном месте Где-то слабее Поэтому нужно втулочку Чуть-чуть ослабить Чтобы она крутилась легче Чтобы не было Вот этого закусывания За счет кривой оси И к сожалению Ничего не сделают Потому что все оси дешевые Идут кривые Просто заводы Не делают ровные оси Представляете Какая ерунда Вот втулка Вот такая Шуфенг Это у нас Стальная втулка С алюминиевым Вот таким вот Набалдашником Сейчас вот будем Туда добавлять Смазки Добавлять будем Туда густой литол Чтобы он забил Все вот эти вот неровности И лучше втулка скользила То есть новый велосипед Уже перебираем втулки И вот такое количество Смазки во втулке То есть там смазки Просто нету Сейчас мы туда Литолан объем побольше Чтобы хорошо все крутилось И скользило Но с литолан Втулки надо перебирать Каждый год два А здесь смазки нет вообще Так что Вот очень долгий процесс Сборки любого велосипеда Даже нового Все велосипед собран Заняло это по времени Целый день Перебрали обе втулки Добавили туда очень много Литола Чтобы втулки Крутились хорошо Настроили тормоза Настроили тормозные диски Поменяли Один винтик Сорванный резьбой Эртора тоже кривые были Протянули чуть-чуть шатуны Был кривой петух То есть крепление Переключателя к раме И за это переключатель Работал неправильно Настроили Соответственно задний переключатель И вот поставили крылья Катафотики Педальки Все остальное То есть очень долго Все это по времени занимает А рулевую протянули Чтобы тоже все хорошо крутилось Вот берете вот так вот велосипед Одной рукой поднимаете За вынос И у вас должно все крутиться Очень легко Без какого-либо закусывания И соответственно Накачиваете покрышки На каждой покрышке Написано Какое нужно давление Все велосипед готов Сейчас пойдем собирать Точно такой же Только стелс Субтитры сделал DimaTorzok